Добрый день! Мы продолжаем разговор в рамках лекции «Христианская Испания в период с 8 по 13 века» и переходим к разговору про земли Арагуна и Каталонии в период с 1-3-11 по начало 14 века. Итак, пожалуйста, внимание на слайд. Мы вернёмся к королю, боюсь, уже несколько подзабытому вами, Санчо Третьему Великому Королю Пампуны. Когда он умирает, я напомню, он делит королевство между своими детьми. Сейчас нас будет интересовать доля, доставшаяся старшему незаконному сыну, сыну Санчо де Айбар Рамира, который будет потом известен под именем Рамира Первого Арагонского. Именно от него пойдёт ветвь Арагонских королей, он будет женат, и обратите внимание, пожалуйста, ещё на одну речь, немножко отвлекаясь, на имена супруг и Рамира, и Санчо Рамираса. Ну, в этом плане они показательнее всего. Это всё женщины, представительницы знати либо крупных каталонских графств. Пример тому Санчо Рамирас, женатый первым браком на Исабель-Урхель, стало быть, дочери графа Урхеля Менголя Третьего, или, соответственно, представительницы французской запиренейской знати, это в случае Герсендис де Фуа, это в случае Фелисия де Руси. Вот, то есть, относительно поздно, только ближе к XIII веку, Арагон развернётся в своей матримониальной политике к Кастилии, что, собственно, завершится в итоге появлением на Арагонском престоле сначала Фернандо де Антекерри, Фернандо I, а затем уже свадьбы Фернандо и Изабеллы, католических королей, но это совсем ещё не скоро. Итак, Рамира I, его сын Санчо Рамирас, дальше будут править сыновья Санчо Педро I, Педро I, не оставивший потомства, Альфонсо Воитель, не оставивший потомства, и Рамира II Арагонский по прозвищу Рамира Монарх, мы с ним немножечко сталкивались уже, оставивший дочь Петра Ниллу, которая будет выдана замуж, сначала обручена, потом выдана замуж за Рамона Беллингера IV графа Барселоны, что положит начало унии Арагона и Каталонии, и, собственно говоря, создаст то объединение, которое мы знаем как Арагоно-каталонская корона. Весь период, который, собственно говоря, был показан на генеалогическом слайде, в истории был периодом очень активной завоевательной политики. В отличие от Кастилии, здесь всё было обусловлено географическим положением. С одной стороны, географическим положением Арагона и Каталонии, да, они всё-таки на востоке, у восточного берега полуострова, а с другой стороны, политическим окружением. Если вы сейчас посмотрите на два слайда, то вы увидите, что изначально королевство Арагона, которое было дано Рамира I, это маленькое королевство, просто физически очень маленькое, да, со столицей в городе Хака, сжатое, как в тисках, с запада его подпирает Наварра, с востока его ограничивают графство Сабрарба или Богорса, где на тот момент правит брат Рамира Гонсало Санчес. С юга, разумеется, подпирает Эмират. Виноват халифат. И вот здесь обратите внимание, что делает Рамира. Рамира прежде всего присоединяет к себе в 1045 году Сабрарба или Богорсу. То есть, как только умирает Гонсало Санчес, Рамира немедленно заявляет о своих претензиях на Сабрарба или Богорсу. Тем самым, королевство Арагона уже к середине XI века, да, представляет собой немного более протяженное пространство. Вы это видите на второй карте. Но по-прежнему стиснутое с запада Наваррой, а с востока на этот раз конгломератом каролинкских, бывших каролинкских каталонских княжеств. Это и Пальярс, и Урхельс, Ирдань, Яббесалу. Самое могущественное из них, конечно, графство Барселона. Но здесь, собственно говоря, в известной степени завоевательная политика всегда будет обусловлена вот этим тесным соседством. С запада Наварра, с востока Каталуния, следовательно, есть достаточно узко ограниченный географический диапазон, куда можно сдвигаться. С юга Тайфы. Первое, что делает Рамиру, практически первое, он, как мы уже говорили, заключает брачный союз с графом Урхеля Арменголем Третьим, женив своего сына на его дочери. Союз заключается против Барселоны. В тиски союза попадает графство Пальярс, которое ведет политику лавирования, но в данном случае им приходится занимать позицию Арагона Урхеля, потому что деваться, собственно говоря, некуда. Рамира погибнет в 1963 году, осаждая город Граус. В 1964 году его сын Санчо Рамирес возьмет, внимание на верхнюю карту, город Барбастро. Дальше ввяжется ненадолго в войну Трех Санчо, о которой мы с вами говорили, применительно к Кастилии. А когда в 1076 году в результате заговора будет убит Санчо IV Наваррский, и его родственники будут отстранены от наследования, как люди, заподозренные в убийстве. Наваррская знать, Памплонская знать конкретно, выберет королем Санчо Рамиреса. Он коронуется под именем Санчо V, соответственно, будет иметь титул Санциус Рекс Пампелоненсиум et Арагоненсиум. Санчо – король памплонцев и арагонцев. Еще не будет вот этого имени, да, король Наварры. Оно появится в конце XII века впервые. С Наваррой тем самым будет установлена династическая уния до 1134 года. И сразу же обратите внимание, как резко увеличится мощь королевства Арагона, ведь к нему присоединится как минимум сопоставимое с ним, вообще-то превосходящее его, конечно, королевство Наварры. Сам Санчо погибнет, как и его отец, при осаде города, только при осаде города Уэско. Уэско будет взята уже на следующий год сыном Санчо. Киролем Педро воителем. Дальше начнется ряд небольших поражений, но в отличие от Кастильской короны, Арагонская довольно мало будет терпеть поражений от Альморавидов. Потеряют они обратно Барбастру, потеряют еще нескольких городов. Но уже в 1118 году на закате Альморавидов, близко к их уходу, они возьмут Сарагосу, возьмут Калатаюд. Это будет при Альфонсо Воителе, братья Педро I. Перед смертью Альфонсо Воитель, я напомню, несмотря на то, что официально он будет женат на ураке королеве Кастилии и Леона, де-факто, как бы сказать, он никогда не состоял в браке, детей у него не было. Поговаривали, что его интересуют не женщины, а мужчины. Поговаривали, что и мужчины его не интересуют, что о нем говорили, что его единственная любовь – это война, что, в общем, в известной степени было оправдано. Человек воевал всю жизнь, и перед смертью он составляет завещание, в котором делит свое королевство между орденами иоаннитов, госпитальеров, тамплиеров и сепульклиеров, рыцарей гроба Господня. Это завещание вызывает уйму эмоций, как вы догадываетесь, у всех участников, и у помплонской знати, и у арагунской. Больше того, это завещание вызывает живой интерес у Альфонса VII, который внезапно вспоминает о том, что его мать, королева урака, была женой Альфонса I воителя, а значит, он по праву может претендовать на наследство умершего короля. И он предъявляет свои претензии и на Наварру, и на Арагун, претендуя тем самым на установление фактически пенинсулярной гегемонии. По помплонской и арагунской знати претензии костильцев приходят совсем не по сердцу, только реагируют они по-разному. Наварру сажают на престол незаконного потомка, ну, собственно говоря, незаконного потомка короля Гарсии Наваррского, короля по имени Гарсия Рамирес. То, что он самовольно расторгает унию с Арагоном, то, что он сам происходит от незаконного брака, всё это провоцирует непризнание его королём со стороны римской Курии. Папа Римский будет долго именовать и Гарсию Рамиреса, и его ближайших наследников герцогами, а не королями, что, в общем, сильно будет подрывать статус Наварры в общении с той же Кастилей, с Францией, с Арагоном, то есть со всеми соседями. Соответственно, арагунцы, а мы сейчас в основном о них, выберут другой способ уйти от претензий Альфонса VII Кастильского. Они вытащат из монастыря брата Альфонсо-воителя, Рамиро, который будет аббатом монастыря, отрекшимся от мира человеком. Его вытащат из монастыря буквально с ножом у горла, скажут, что ты обязан, ты обязан жениться, произвести наследника, а потом катись куда хочешь обратно в монастырь. Рамиро-монах будет править три года, с 1134 по 1137 год. Собственно, родит дочь по имени Петра Нилла, обручит ее годовалую с Рамоном Беренгером IV графом Барселоны, примет от Рамона IV вассальную присягу, как от зятя, и облегченно откажется от трона, уйдет обратно в монастырь. Королевой Арагона станет годовалая Петра Нилла, королем-консортом, регентом при ней станет ее нареченный, ее жених Рамон Беренгер IV барселонский. В 1150 году они поженятся, и останутся править вот этой унией Арагона и Каталонии до 1162 года, когда на престол взойдет их сын под именем Альфонса II. Это король Арагона, Альфонса II Целомудренный. Но прежде чем мы перейдем к разговору об Альфонсе II Целомудренном и его последователях, давайте, пожалуйста, посмотрите на карту сейчас перед вами на слайде. Слева завоевание Санчо Рамиреса и Петра IV, вы увидите довольно поступательное, спокойное продвижение к югу, взятие городов и сразу же их заселение. Вот это отличительная черта Санчо Рамиреса и Петра. Взятие городов, их заселение, взятие, заселение. То есть, продвижение на юг может быть не очень быстрое, но зато более надежное. Собственно, даже при не очень быстром продвижении, вы видите, Арагон подходит вплотную к землям Сарагосы. То есть, Эль-Кастельяр, который совсем недалеко к северу от Сарагосы, взят Арагонцами и уже включен в состав королевства. Столица Исхаки перенесена в Уэску. Альфонсо Воитель, а его завоевание справа, расширит королевство больше, чем в два раза. Смотрите, по праву брака он отхватит себе земли у Кастильи. У Мавров, во-первых, он возьмет Сарагосу, во-вторых, он возьмет Калатаю, о чем мы говорили. В-третьих, он продвинется на территорию Маэстрасгу, то есть, он, ну, повторюсь, он больше, чем в два раза увеличит территорию королевства. Но обратите внимание на штриховку на карте. После его смерти, как раз после его вот этого одиозного завещания, о котором мы сейчас говорили, Наварро выйдет из Унии и тем самым заберет свои земли, исторические, с Памплона, с Дурангесаду, с Гипускуа, вот это все, да, вплоть до Камерос. Кастилия, Альфонсо VII, не признает права Альфонсо Арагонского на Кастильские земли и заберет Кастильские земли себе. Альфонсо I, соответственно, вплоть до Таррассоны включительно. А Мавры перейдут в контрнаступление после смерти Альфонсо I, несмотря на сопротивление Романа Бейенгера IV, да, они довольно много заберут себе обратно земель. То есть, все равно королевство останется увеличившимся, но удержать все завоевания Альфонсо I окажется просто невозможным. Во многом это было причиной, причиной этого во многом стало то, что свою политику завоевать Альфонсо I вел без оглядки на заселение городов. Завоевал, пошел дальше, завоевал, пошел дальше. А заселять и реально удерживать территории, ну, ему, не знаю, в его интересы не входило скучно, может, он был. Вот, идем дальше. И давайте посмотрим, как развивалась история Каталонии в этот период. История Каталонии в этот период – это история от Романа Бейенгера I до Романа Бейенгера IV. Это история постоянного социально-экономического и политического усиления, поступательного, спокойного усиления и возвышения Барселоны. Мы говорили о том, что еще предшественник Романа Бейенгера I облагает тайфы данью, и каталонские графства Барселона, в частности, получают очень много золота тогда. А уже в правлении Романа Бейенгера III, да, к Барселонской территории, в Барселонскую территорию включается графство Бесалу, к северу, пожалуйста, на карту, да, Бесалу, Сарданья. Тем самым графство Барселоны вплотную начинает примыкать к Урхелю. Урхель находится в династической унии, я напомню, с Арагоном. Несчастное графство Пальярс оказывается зажато между двумя гигантами, и Пальярс сдастся в 1192 году. Вслед за Рассельоном будет сдан Пальярс, а вот включен в состав уже Арагона каталонской короны, да. Вот, но это будет еще не скоро. А дольше всех продержится графство Урхель, сохранявшее свой суверенитет до первой четверти XIV века. Путем почти постоянного лавирования династических браков, хитрости, изворотливости, но тем не менее сохранявшее. Соответственно, после обручения Петра Нилы и Рамона Беллингера IV, тот, получив в свои руки ресурсы королевства Арагона немалые, провел кампанию против Лериды и Тортосы, вот тем самым закрепив юго-восточные границы своего королевства и продвинувшись вплотную уже к границам Тайфы Дэнии и королевства Валенсии, конечно. Соответственно, уже Альфонсо II Целомудренный присоединяет, вы видите, да, Русильон и Пальярс. А дальше в союзе с Альфонсо VII Кастильским он помогает ему захватить Куэнку, они подписывают договор в Касорле, мы об этом с вами уже не раз говорили. И, собственно говоря, вот отсюда, от Альфонсо II, судьба Арагона Каталонского королевства надолго окажется связана с судьбой Кастильи. Дальше, в последующее столетие, они пойдут рука об руку, между ними, конечно, будут конфликты феодальные, как без них, но в основном это будет славное время, когда Арагон и Кастилья будут действовать заодно. Стремясь упрочить свою власть, я еще объясню, вследствие чего это происходит, стремясь упрочить свою власть в королевстве, наследник Альфонсо II, католик Педро II, приносит вассальную присягу папе Иннокентию III. Уже здесь складывается очень неприятная ситуация, но давайте о ней подробно. Эта ситуация связана с гибелью Педро II, 9 лет спустя, в 1213 году. Как вы помните из курса истории средних веков, на юге Франции разгорается в конце 12-го, в начале 13-го века ересь альбегойцев. Отчаявшись справиться с ересью, папа Иннокентий III провозглашает крестовый поход против альбегойцев, и начинается 15-летие, известное как альбегойские войны, когда рыцари с севера Франции, центра Франции, Англии, других королевств воюют против юга Франции, против ересьяков, а реально против таких же, как они, рыцарей, отличающихся, да, собственно, только местом проживания отличающихся. Одним из самых знатных сеньоров юга Франции выступал граф Раймонд Тулузский, который, наряду со многими другими менее знатными сеньорами того региона, принес вассальную присягу королю Арагона. И поэтому, когда войско крестоносцев, ведомое Симоном де Монфором, вторгается в пределы Тулузского графства, Педро II Арагонский, верный своей клятве сеньора, собирает войска и выступает на войну. Несколько лет длятся конфликты, стычки и серьезные бои с войсками Симона де Монфора. В 1212 году, я напомню, Педро II успевает увенчать бессмертной славой, поучаствовав в крестовом походе против Аль-Махадов в знаменитой битве при Лос-Наве с Деталоса. А уже в 1213 году он сходится с войском Симона де Монфора в битве при Мюре в Южной Франции. В той битве это будет одно из кардинальных, из самых главных сражений Аль-Бегойских войн, в котором войска Тулузы и примкнувшие к ним арагонцы потерпят страшное поражение. Прикрывая отход своих вассалов, Педро II погибнет в том бою. Рядом с ним лягут почти все арагонские рыцари. Мрачная ирония этого эпизода будет заключаться в том, что малолетний сын Педро II будет по обычаям того времени, незадолго до этого, передан на воспитание одному из знатных баронов Севера Франции, кому, собственно, порекомендует его передать Иннокентий III. Этим бароном будет Симон де Монфор, в бою с которым погибнет Педро II. Иннокентий III, осознав возникшую коллизию, вмешается в воспитание малолетнего Хайма и заберет его к себе. Так что Хайма, первый завоеватель, будет воспитан при папском дворе. Официально он будет править с 1213 года. Фактически он будет править самостоятельно с 20-х уже годов 13-го века, но все равно почти 50 лет самостоятельного правления, в течение которого к королевству Арагона будут присоединены Балиарские острова, и, что самое главное, будет полностью завоевано королевство Валенсия. Уже в 1244 году, через 6 лет после включения Валенсии в состав королевства Арагона и Каталонии, Арагон подпишет, собственно, Хайме I подпишет со своим будущим зятем Альфонсо, будущим королем Альфонсо X, договор Вальмисрия. Если вы присмотритесь сейчас к карте, темно-желтая линия границы внизу на юге как раз отмечает границу по договору Вальмисрия. Южнее этой границы начинается сфера интересов королевства Кастилия. Собственно, вот с этого момента, с 40-х годов XIII века Арагонская корона де-факто разворачивается на восток, переориентируется на Средиземноморье, и начинается тот процесс, который иногда называют строительством Арагона Каталонской морской империи. При разделе своего королевства в 1276 году Хайме I завещает Педро III, королю Педро III Великому, собственно говоря, Арагон и Каталонию, а инфанту Хайме, будущему Хайме II, справедливому, Болярские острова. Педро III прославит себя включением в состав королевства Сицилии. Утверждением на Сицилии Арагонской династии. Это все пройдет в 1282-1885 годах, и начнется это с очень неприятного эпизода, знаменитая сицилийская вечеря 1282 года, когда в один сговоренный день под звон колоколов в Палермо были вырезаны все французы, которые, в принципе, были на тот момент в городе. Вину за эту вечерину лва возлагала на Педро III. Документальных подтверждений тому нет, но судя по тому, что сразу после этого Арагонский флот заявился на Сицилию, в этих обвинениях была изрядная доля истины. В период с 1282 по 1285 год продолжаются конфликты Арагонской и французской корон за право править Сицилией, но в итоге в этом противостоянии побеждает Арагон, и с 1285 года до начала V века на Сицилии правит Арагонская династия, происходящая от младшего сына Педро III, инфанта Дона Фадрике. Хайме II, придя к власти, вновь признает себя вассалом Папы и воспользуется санкцией Святого Престола для того, чтобы некоторое время спустя включить в орбиту Арагонской короны острова Сардинию и Корсику. Если же мы посмотрим еще чуть дальше, уже за пределы слайда, то мы увидим, что в 30-х годах XIV века Арагонская корона начнет претендовать на земли в прибрежной Греции, появится герцогство Афинское подвластное Арагону, а уже в XV веке Арагонская власть будет установлена еще и в Неаполе, о чем мы отдельно поговорим в одной из следующих лекций. Теперь перейдем к разговору про власть, общество и экономику королевства Арагона Каталонии в этот период. Я уже говорил в начале этой большой лекции, в соответствующих фрагментах, я говорил о серьезнейшем франкском влиянии, о том, что земли северо-востока, полуострова всегда испытывали очень серьезное франкское влияние сначала королингов, ну и потом последующих династий капитингов, разумеется. В чем это выражалось? Прежде всего, феодализация общества и построение классической, знакомой нам по запиренейским материалам, феодальной лестницы от королей к графам-викариям, от них к рыцарям-костланам, держателям замков, от тех к обычным рыцарям замков, не имевшим. То есть такая классическая схема с правилом «вассал моего вассала, не мой вассал», с множеством вассальных клятв и присяг, с крайне слабой верховной властью королевской и постоянной зависимостью трона от магнатов, а затем от городов. Добавим к этому растущий дефицит королевской казны, потому что, стремясь вербовать себе сторонников и заручиться поддержкой тех или иных магнатов, или, собственно говоря, светских или духовных, короли Арагона, что делают? Короли Арагона делят свою юрисдикцию и раздают по частям те или иные источники дохода тем, чью дружбу они хотят приобрести. У самих королей Арагона остается все меньше и меньше источников дохода, что, разумеется, влечет за собой растущую необходимость в постоянных займах сначала у городов, потом у евреев, потом еще у кого-нибудь, да, и постоянно растущий дефицит королевской казны. При этом попытки унифицировать, даже не унифицировать, нет, не так, попытки привести в порядок, каталогизировать хотя бы податную систему, начнутся только в правлении Хайме Первого и его последователей, его преемников. Здесь будут хотя бы закреплены так называемые регалии, то есть источники дохода, которые корольника не переуступает никому, но собирает в свою пользу. Это право чеканки монеты с контролем сухопутными и водными путями, то есть пошлины за провоз и проезд по этим путям. Там ярмарки и рынки, пошлины с них, этнические меньшинства и пошлины, взимаемые с них. Здесь буквально одной фразой я скажу про меньшинства, то есть про мусульман и иудеев прежде всего. В чем тонкость их положения на Пиренейском полуострове? Особенно применительно к иудеям. Они лишены практически, ну если не всех, то очень многих прав, которые есть у христиан. То есть у самого последнего из христиан прав больше, чем у самых лучших из иудеев. Но при этом они традиционно облечены высшей формой правовой защиты. Они облечены личной защитой короны, личной защитой короля. Как вы догадываетесь, это давало иудеям достаточно высокий социальный статус и хорошую возможность для продвижения по службе многим из них. Но с другой стороны, эта же защита была крайне непрочной. Стоило умереть королю, или стоило пригрозить королю отнять от евреев свою руку, как немедленно создавалась прекрасная возможность для устройства очередного погрома. А еврейские погромы были распространенной практикой на Пиренейском полуострове. Но вернемся к Хайме I, извините за это отступление. При Хайме I и в основном даже при Педро III проводится и еще одна длинная, медленная реформа. Выстраивается система хиролевских балььи и юстициариев. Балььи по французской модели это должностные лица короны, которые занимались сборами податей в пользу короны в своих административных округах, так называемых бальяжах. Юстициарии это, ну здесь само название говорит само за себя, это люди, вершившие суд от имени короны, опять-таки в доверенных им административных округах и, следовательно, собиравшие в свою пользу, в пользу короны судебные пошлины. Продолжаем разговор и немножечко о правовой истории. Собственно, вот эта слабость верховной власти, в отличие от Кастилии, где королевская власть традиционно сильна, вот эта слабость верховной власти и постоянная зависимость короля от магнатов, а потом еще и от городов, приводит королей к мысли о... не к мысли, нет, к поиску альтернативных решений укрепления власти, альтернативных инструментов. И, собственно, право становится, наверное, первым в списке вот этих альтернативных инструментов. Барселонские обычаи впервые появляются записанными еще в середине XI века, но закрепляются в наиболее полном своем варианте при Рамоне Берингере IV в 50-е годы XII века. Десятью-пятнадцатью годами позже появляются Конституции мира и правосудия, записанные по велению Альфонса II Целамудриного. При нем же составляется Либер Феодор Майер, то есть огромный иллюминованный картулярий, иллюминованный, то есть с картинками. Картулярий, содержащий в себе перечни вассальных присяг, перечни феодов, указания, за кем закреплены, кому отданы и так далее. Наконец, при Хайме I епископ Видальда Расканейес создает компиляцию в УЭСКе, да, компиляцию УЭСКе. Это фактически свод права Арагона, впервые собранный под одной обложкой и кодифицированный, то есть переструктурированный в соответствии с требованиями университетской науки. Полувеком спустя компиляция УЭСКе будет переведена на староарагонский язык в конце XIII века. Этот текст будет известен либо как компиляция УЭСКе, либо как Видальмайер дель Арагон, то есть Великое зерцало Арагона. Наконец, отдельно от Короны и в интересах других людей в Валенсии и в Барселоне, точнее в Барселоне и в Валенсии по порядку, создаются так называемые книги морских обычаев и книги морских консулов. Это свод правовых норм, регулировавших торговые правоотношения. Сейчас в современном мире Libre del Consulat del Mar, вот эта книга морских консулов в Валенции, считается одним из первых документов в истории международного торгового права. Ну и наконец, завершая разговор о попытках арагонских королей как-то отстроить свою власть, давайте посмотрим на ритуальную сторону на помазание королей Арагона. Собственно, в отличие от королей Кастилии, как раз, да, короли Арагона и Каталонии были очень озабочены ритуальной стороной вопроса. Как, в общем, вполне понятно, любая слабая власть ищет все возможные пути и способы для того, чтобы легитимировать, чтобы показать свою законность, если и не силу, то хотя бы легитимность. В 1204 году, я об этом уже говорил, Педро, второй католик, приносит вассальную присягу папе Иннокентию III, и тот помазывает его на царство, направление. Годом позже, в 1205 году, Иннокентий издает булу, и в 1206 вторую, вслед за ней, уполномачивающую епископа Тарагоны, архиепископа, точнее, помазывать на царство королей и королев Арагона и Каталонии. Однако, уже Хайме, первый, стремясь на этот раз укрепить свою власть и, как бы сказать, стремясь утвердить иную основу легитимности, кроме как церковную. Меняет самовольно ритуал коронации и после помазания он сам берет с алтаря меч, хотя меч должен был подать ему архиепископ, конечно. Сам берет с алтаря меч, что символизирует, что Хайме первый свою военную власть и свою судебную власть, а меч это символ и того и другого, получает непосредственно от Бога с алтаря лично. Его сын Педро III идет дальше и во время коронации отказывается принимать из рук архиепископа корону и инсигнии королевской власти. Он просит положить обратно на алтарь, после чего приближается к алтарю и сам берет корону, выдружает ее себе на голову. Дальше он берет соответственно инсигнии, то есть державу и скипетах. Смысл этого жеста вполне понятен. Бог руками архиепископа помазывает меня на царство, но власть я беру сам. Сам у Бога напрямую. И наконец Альфонсо IV благословенный, наследовавший Хайма II справедливому, уже на законодательном уровне закрепит то, что за архиепископом остается только помазание, ничего больше. Это безусловно сыграет свою роль, но столь же безусловно не сделает королей Арагуны независимыми от их грандов. Еще в конце XIII века Хайма II справедливый будет вынужден подписать статьи конфедерации знати, серьезнейшим образом ограничивающие королевскую власть. И потребуется еще 40 лет до 30-х годов XIV века, чтобы Педро IV церемонный известный так же как Педро IV кинжальчик. Демонстративно он им самым кинжалом разрубил на несколько частей хартию знати, демонстрируя, что он отказывается ее соблюдать и собственно претендует на всю полноту власти. Но это уже совсем другая история, о которой мы поговорим отдельно в другой лекции. А сейчас перейдем к разговору про королевство Наварры. Спасибо. Спасибо.